Подкуп, насилие, немного социальной инженерии и мы заполучили Apple TV четвертого поколения. Ту самую TV приставку, которая снабжена сенсорным пультом с гироскопом, Siri и магазином приложений, которая выйдет в продажу в конце октября и сейчас доступна только девелоперам. Им нельзя ее никому показывать, нам ее тестить. Так что тсссс. Не буду лукавить, наша Apple TV Developer Kit в программном плане очень далека до состояния коммерческого продукта. Прошивка сырая, нет магазина приложений, радио хэд то играет, то нет, а Siri реагирует через раз и не на все команды. Но и так кое-что про революционную приставку узнать можно. Поставляется она в большом черном боксе с более жирным комплектом, нежели предшественница. Внутри бумажки с призывом к девелоперу, с помощью TVOS ты изменишь телевидение, яблочки, сетевой провод, лайтинг и тот самый переизобретенный пульт Siri Remote. Сама приставка стала раза в два толще, но в целом сохранила прежний облик. Порты скрыты от глаз на тыльной стороне устройства. Раскладка немного иная, питание, HDMI и USB Type-C, SRNET. Оптическому цифровому аудиопорту места не нашлось. Пульт сильно изменился, стал больше и ухватистее. В прошлом острые металлические грани, чуть убавил в весе, отчего кажется, что нижняя часть пластиковая. Но нет, это металл, просто не такой суровый как раньше. И Siri Remote умеет регулировать громкость телевизора, пусть его и нужно сперва обучить правильному сигналу. Манипулятор снабжен шестью кнопками и трекпадом с возможностью нажатия. Есть два микрофона для восприятия голосовых команд, и где-то там в недрах устройства скрывается гироскоп. Пульт теперь нужно заряжать кабелем лайтинг. Пусть кнопок стало больше, управляется приставкой элементарно просто. Привыкать не приходится, пару секунд и ты уже листаешь стильные плашки фильмов, или же рубишься в пока единственную игрушку, демо-ботс. Apple TV в четвертом поколении перестает быть ординарной TV приставкой с единственной мощной киллер фичей, AirPlay. Новая система TVOS поддерживает в полной мере сервисы Apple, Music и Photos. После релиза заработает App Store, и на платформу можно будет устанавливать приложения и игры. Хоть все 32 или 64 гигабайта ими забить. У игр неплохие перспективы. Пульт снабжен чувствительной сенсорной площадкой с кликом, а также гироскопом. При должной фантазии разработчика, таким манипулятором можно управиться едва ли не с любой игрушкой, не требующей множества кнопок. А для последних со временем появятся геймпады. Apple уже сотрудничает с производителем игровых аксессуаров. Единственное существенное ограничение – производительность. Работает приставка на чипе A8, таком же или близком к установленному в iPhone 6. То есть весьма мощном железе, но явно не уровня топовых игровых приставок вроде Xbox One или PS4. Едва не забыл, мультиплеер будет. TVOS визуально ощутимо приятнее, чем iOS в прежних Apple TV. Система светлая, с крутицкими анимационными эффектами. В девелоперской приставке доступны фильмы и ТВ-шоу iTunes, фотографии, музыка, сетевые библиотеки и утилита поиска. Гулять по меню приятно. Новый пульт дал мощный прирост к удобству использования. И с него же вызывается голосовой ассистент – Siri. В теории все круто. Можно попросить включить экшен-фильм, а затем отсеять новые ленты с Томом Харди. Можно узнать прогноз погоды, курс акций или время в Бангладеш. Перемотать клей вперед на несколько секунд, а затем запустить фотографии или музыку. Но на практике Siri частенько капризничает. Не принимает запрос или внезапно прекращает тебя слушать. Ищет помощник только фильмы и сериалы, но не музыку. Говорит исключительно на английском. И плоско шутит про Apple TV в баре. По девелоперскому киту нельзя судить новую Apple TV. На какие-то нюансы работы приходится закрывать глаза, что-то додумывать. Потенциал есть, это бесспорно. Будут игры. Много игр на любой вкус и куда дешевле, чем на сугубо игровых платформах. В Store появится куча полезного и не очень софта. Но не появится браузеров. В ближайшее время так точно. TV Box будет с ограничениями. Но в паре с девайсом Apple, не забываем про AirPlay, и с ценником в 149 долларов, это просто незаменимое дополнение к твоему TV. Субтитры сделал DimaTorzok